Многие люди хотят новой жизни. Люди хотят счастья и свободы. Взор многих людей сегодня устремлён к свету. Многие люди имеют надежду на лучшую жизнь. Можем ли мы изменить ситуацию? Можем ли мы жить в новом мире? Да, можем. Всё зависит от нас. Первое. Важно прекратить сопротивляться, бороться и ненавидеть. Когда мы сопротивляемся мировой ситуации, мы отдаём энергию на сопротивление, а не на свет. Тем самым мы боремся с тем, что есть, а не формируем новое. Борьба порождает борьбу. Сопротивление — это напряжение. Когда мы принимаем страх за основу, мы направляем туда энергию. Мы вольны выбирать, в какой частоте вибраций нам находиться. На нас очень влияют энергии с вне. Знакомые, близкие, люди, которые нас окружают, транслируют информацию, мы её чувствуем. Страх чувствуется как тревога в теле, как чувство незащищённости, чувство опасности. Это вид энергии. И мы можем эту энергию трансформировать. Мы можем направлять своё внимание на создание новой реальности. Когда мы злимся, сопротивляемся или боимся, или осуждаем кого-то, кто виноват в наших страданиях и проблемах, мы не создаём новую реальность. Но мы подтверждаем существование другой реальности. Мы её усиливаем, подпитывая своей энергией. Если мы хотим что-то сегодня изменить в своей жизни, наша задача — поднять энергию на уровень сердца. И порой это действительно непросто. Но если мы хотим любви и мира, нам нужно делать этот выбор. Итак, наша задача — принять тот факт, что мы все участвовали в создании коллективной реальности. Многие из нас разрушали свои тела нездоровой едой, зная о последствиях, вели нездоровый образ жизни и ослабили свои тела, которые в результате стали более подвержены каким-то вирусам или заболеваниям. Кто-то не знал и просто неосознанно употреблял нездоровую пищу или вёл разрушительный образ жизни, ослабляя свой иммунитет, своё тело. И поэтому страх ещё интенсивнее чувствуется в теле. Сегодня задача — простить себе все наши поступки и коллективные эмоции и мысли, которые мы транслировали, и начать создавать новую реальность. Сегодня наша задача заключается не в ощущении своего греха, того, что мы разрушали себя или есть кто-то виновен в нашем разрушении. Наша задача — отпустить старую версию нашего мышления и нашей реальности. Сегодня наша задача заключается в формировании нового мира. Именно мы своей энергией и своим вниманием способны создать новый мир. И он рождается внутри нас. Физическая реальность отражения энергии — это проявленная энергия в плотной материи. Все события отражают энергию и наше мышление. И сейчас единственный выход из всего — достать потенциал своей энергии из сопротивления, страха и борьбы и обвинений и направить всю свою энергию любви на создание желанной реальности. Конечно же, мы можем жить в новом мире. Он рождается в нашем сердце. Чувствуя в своём сердце Любовь сейчас, мы соединяемся, понимая, что это реально. Мы не ограничены нашей Личностью. Наша энергия выходит за пределы нашего тела. Вы находитесь сейчас далеко от меня. Мы в разных временных линиях, но мы чувствуем, что мы едины. Этот мир — основанная энергия. Чувствуете ли вы сейчас в своём сердце Любовь, лёгкость и Божественную поддержку, освобождающую вас от неведения и возвращающую вас в вашу силу? Только Любовь может вернуть в этот мир Свет. Только Любовь может создать Рай. Борьба порождает разделение и борьбу. Сопротивление порождает конфликт. Ненависть создаёт негативный мир. Страх забирает энергию на ощущение себя как жертвы. Поэтому наша задача — обращать внимание на то, что мы испытываем. И намеренно, силой воли, сознательным выбором, если мы хотим жить в счастье, забирать свою энергию из этого потенциала и поднимать её в наши сердца. Поднимать её на Свет и на намерение создания новой жизни, нового мира. Наше тело, когда подключено к Источнику Света, способно сжигать вирусы, программы, старые энергии, бактерии. Наше тело — это уникальный божественный механизм. Когда мы используем наше внимание и направляем его на Любовь и исцеление своего тела, оно начинает трансформировать и сжигать старые энергии. Мы способны на удивительные вещи. Что бы нам ни говорили снаружи, мы должны помнить о своей Божественной силе. Свет — это наш Источник. Свет определяет нас. Свет — это самая большая сила на планете Земля. И Свет является Любовью. И эта Любовь — самая могущественная сила во всей Вселенной. И она движет миры. Она запускает в вашем сердце импульс к жизни. Чувствуете ли вы Любовь? Здесь и сейчас. Она не зависит ни от чего. Любовь — безусловный потенциал Божественной энергии в вас. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте всем сердцем поток бесконечной Любви. Каждый из вас — Божественное проявление Света, обладающее космической силой. И каждый из вас может исцелить себя. Чтобы создать новый мир, ваша задача каждый день — менять своё мышление. Чтобы не быть в ловушке старых реальностей и не быть жертвой, нужно отказаться от того, что нас разрушает. Чтобы не быть подверженным вирусу, нужно перестать питаться нездоровой едой и разрушительной едой. Начать медитировать, развивать в себе положительные качества, отказаться от чрезмерного потребительства, от отдачи своей энергии на негатив. Наша задача сегодня, если мы хотим перемен, изменить себя личностно, не бороться ни с кем, не искать виноватых, не воевать, но светить. Что бы ни случилось, идти в медитацию, идти в сердце и раскрывать в себе космический ресурс Божественной энергии Света, которая исцеляет. Наша задача — менять себя и мышление. И только так, из этого нового состояния и новых ценностей, мы сформируем новую реальность. Пока мы кормим старый мир, продолжая быть потребителями, разрушителями и паразитами, мы получаем в ответ то, что излучаем — страх и болезни. И только когда мы начнём менять мышление, начнём действительно искренне жить из сердца и из любви, наша жизнь начнёт меняться. Не смотреть наружу, а смотреть вовнутрь. Что каждый из нас сегодня сделал, чтобы жизнь снаружи стала лучше? Насколько мы соединены с природой? Насколько мы прислушиваемся к звёздам, смотрим на солнце, обнимаем деревья? Насколько мы проявляем любовь? Куда мы тратим свою энергию? На взращивание своего эго или своей души и сердца? Во многом мировая ситуация связана с нашим невежеством. Мы заперты в своих ограничениях, в своих убеждениях, в своей зависимости, которую мы породили, потакая этой зависимости, засыпая и закрывая глаза на то, как мы живём. Наша задача — не бороться с какими-то внешними факторами, а посмотреть в себя, в корень своего мышления, в корень энергии, которая в нас движется. Засиять в этом тревожном мире — вот в чём заключена наша задача. Свет не исходит снаружи, он рождается в вашем сердце. Почувствуйте эту информацию. Готовы ли вы изменить своё мышление? Готовы ли вы сегодня стать новым человеком, человеком нового божественного порядка? Готовы ли вы сдаться свету и стать световым человеком? Не бороться, но любить. И это непросто. Будучи охваченными коллективными тенденциями и эмоциями, многие из нас снова и снова попадают в ловушку низких вибраций. Хранить частоту — это выход из проблемы. Снова и снова возвращать внимание в сердце и поднимать вибрации вверх по своему энергоканалу. Смотрите на страх, как на колебание энергии. Как только в вас попадает страх и тревога, почувствуйте эту энергию как диссонансную. Не боритесь, не сопротивляйтесь ей. Как только вы уводите туда своё внимание, потенциал энергии света активизируется в вашем поле, и вы можете визуализировать, как этот поток космического света спускается по вас и опускается в энергию страха и растворяете её мягко и свободно. Каждый раз, если вы испытываете страх и тревогу, вы можете включать данную аудиосистему и прослушивать эту вибрацию, чтобы чувствовать её качество в своём поле. Это волна напоминания вам, ощущение волны света и спокойствия. Вы можете трансформировать энергию. Вы можете отпустить страх. Вы можете создать новый мир, начиная с себя. Вселенная находится внутри вас. Космос внутри вас. Мир внутри вас. Внешняя реальность — это проекция, которая отражает то, что мы думаем. Каждый имеет право выбора. Почувствуйте для себя, нравится ли вам данная энергия и информация. Если нравится, тогда присоединяйтесь к коллективному формированию световой реальности, где мы берём за основу Любовь. Из этой Любви мы создаём будущее, в котором мы соединяемся с природой, отказываемся от старых разрушительных программ и настраиваемся на волну космического света. Действуем из сердца. Говорим из Любви. Становимся простыми и живыми. Мы становимся ближе к природе, к правде Души и вместе создаём мир, где мы будем строить жизнь, основанную на единстве, Любви и свете, где мы начинаем здорово питаться, любить природу и заботиться о ней, возвращаться к природе, выбрасывать лишние и ненужные вещи и больше не потреблять лишнего. Перестаём смотреть разрушительные фильмы и начинаем концентрироваться на Созидательном и Светлом. В этом заключается наша задача, если мы хотим создать новый мир. Драгоценные Души, кристаллы Земли, мечтатели, которые жаждут свободы и мира на Земле, которые объединяются с единой целью — мир и рай на Земле. Если вы хотите создать новую реальность, слушайте данную аудиосистему ровно столько, сколько захотите. И сейчас в конце маленькая инструкция для того, чтобы отсоединиться от разрушительного и быть более подверженными Свету. Соединяйтесь с природой. Поменяйте круг общения, если чувствуете, что это негативное окружение, которое вас разрушает. Перестаньте лишнее время тратить на просмотры ненужных фильмов, сериалов, новостей, соцсетей и начните интересоваться Светом, Духовностью, в которой открывается наша правда, о нашей энергии и Душе, космосе. Обратите свой взор на Высшее и Прекрасное. Начните медитировать, класть руки на сердце, использовать кристаллы, носить светлую одежду, улыбаться, находить мелкие радости в любых условиях. Откажитесь от деструктива, от чрезмерного потребительства, от погони за чем-то эгоистичным. Начните выбирать сердечное, и вы увидите, как энергия Света начинает вас окутывать. Чем больше светлых выборов вы совершаете, тем больше энергии Света в вашем поле, тем выше ваши вибрации и тем лучше вы себя чувствуете. Тем меньше страха в вас попадает. Чувствуете ли вы рассвет своей Души? Готовы ли вы совершить перемены в мышлении и образе жизни? Если да, я желаю вам счастья. Я желаю всем нам нового мира, рая на Земле. Мы пробужденные мечтатели, формирующие новую реальность. Мы с намерением создаем новый мир на Земле. Храните любовь в своем сердце, храните свет и прослушивайте эту информацию ровно столько, сколько вашему сердцу будет приятно. Встретимся в новых аудиозаписях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин